В эфире программа «Городские подробности». Мы расскажем вам о самых актуальных и интересных событиях прошедшей недели. В студии Денис Куклин. Здравствуйте! За окнами июль, лето в разгаре. Но уже сейчас город начинает готовиться к новому отопительному сезону. Ход работ обсуждали на еженедельной планерке в мэрии Архангельска. Согласно графику, вот так кратко можно описать подготовку городских теплосетей к зиме. Аналогично обстоят дела и с подключением домов Архангельска к горячей воде. В Октябрьском округе мы уже возобновили горячее водоснабжение. То есть наши сети были за выходные дни подготовлены, заполнены, прогреты. Тем не менее, сбои в работе специалистов все же есть. Виктор Павленко потребовал предоставить полный отчет о подготовке к грядущей зиме. Особенно в социальных учреждениях. Школы, детские сады, социальные учреждения, учреждения культуры, спорта. Давайте начнем уже докладывать. Договорились, да? Не меньше, чем тепловые сети требуют внимания и территории в округах, а именно газоны и зеленые насаждения. Чтобы Архангельск не превратился в большие заросли, главам поручено проводить работу по покосу травы. Идет она везде, но не везде успешно. Ввиду того, что действующий подрядчик по покосу в график не укладывается, у нас приняты решения по смене подрядчика. Понимаю, что подрядчик заходит на определенную территорию, но вот его контролировать и направлять где в первую очередь, где во вторую, вы, пожалуйста, уж контролируйте этот процесс. Вроде все идет, вроде косят, но в данном случае, видите, подрядчик даже не исполняет своих. Да и последнего ждать не нужно. Может быть, этот подрядчик возьмет субподрядчика. То есть эту работу все время надо вести, надо быть хозяином в своем округе. Пока в лидерах по кашению травы округ Варавина-Фактория. Там облагорожено более 200 тысяч квадратных метров территорий. Кстати, именно в этом районе в пятницу пройдут уже традиционные гуляния в честь Дня рыбака. Горожан ждет большая ярмарка и концерт творческих коллективов Архангельска. Капитальный ремонт домов, подготовка школ к новому учебному году и открытие дополнительных мест в детских садах. Все эти вопросы находятся под постоянным контролем мэрии Архангельска. На каких объектах работы подходят к концу, а где только начинаются, расскажем в нашем следующем сюжете. Подготовка городских теплосетей к зиме проходит в штатном режиме. Дома Архангельска подключаются к горячей воде согласно графику. Об этом мэру Виктору Павленко было доложено на планерке в понедельник. Особое внимание глав округов было обращено к вопросам благоустройства, а именно к своевременному покосу травы. Понимаю, что подрядчик так заходит на определенную территорию, но вот его контролировать и направлять где в первую очередь, где во вторую, вы, пожалуйста, уж контролируйте этот процесс. Вроде все идет, вроде косят, но в данном случае, видите, подрядчик даже не исполняет своих. Да и последнего ждать не нужно. Может быть, этот подрядчик возьмет субподрядчика. То есть, эту работу все время надо вести, надо быть хозяином в своем округе. Муниципалитет продолжает проводить капитальный ремонт домов Архангельска за счет средств городского бюджета. На этой неделе продолжились работы на улицах Мещерского, Победы и Теснаново. В этом году на выполнение капремонта домов мэрия Архангельска предусмотрела более 100 миллионов бюджетных рублей. Деньги предоставляются в форме субсидий управляющим организациям в рамках действующего законодательства. На сегодняшний день договора заключены уже по 30 домам. В первую очередь средства направляются на капитальный ремонт тех домов, по которым уже имеются судебные решения. Мэрия Архангельска также продолжает ремонт в учреждениях социальной сферы. В школе номер 11 проводится изоляция теплоузла. Косметический ремонт в холле обновляется в спортзал. В 14-й школе идут замены коммуникаций и отделочные работы на лестничных площадках. Ведется капитальный ремонт также в помещениях школы номер 68. На ее базе скоро появятся три новые группы для дошколят. Здесь вообще давным-давно не было такого грандиозного ремонта, потому что здесь была у нас школа-сад, то есть здесь занимались дети до 9 класса. И в этом году мы решили, что займем эти классы, потому что детей мы теперь к себе забираем в школу на гидролизной. Займем эти классы и откроем группы дополнительные для маленьких ребяток. Торжественное мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности, организованное мэрией Архангельска, по традиции прошло у памятника Петру и Февронии. Праздник собрал сотни горожан, среди которых были как обручившиеся в этот день, так и те, кто отмечает юбилей совместной жизни. Чем больше горожан будет в Архангельске, тем город у нас будет краше. Чем будет сильнее наша семья, тем будет сильнее наш город. Для гостей праздника выступили песены и танцевальные коллективы Архангельска. Также были подведены итоги городского конкурса «Колясок. Мое первое авто». Сегодня одна из самых актуальных для города проблем – это строительство доступного жилья. Средств только городского бюджета для решения этого вопроса не хватит. Выходом из проблемы может стать участие в федеральных программах. Но для этого необходима поддержка в области. Федеральная программа «Жилье для российской семьи» начала работу в марте 2014 года. Ее результатом должно стать строительство 25 миллионов квадратных метров жилых площадей. Это примерно 460 тысяч квартир. Стоимость одного квадрата жилья будет равна 30 тысячам рублей. Право на получение квартир будут иметь семьи, которые проживают в аварийном жилом фонде, а также работники культуры, образования, оборонных предприятий. Реализация этой программы нигде не предусмотрена бюджетное финансирование. То есть в данном случае к реализации программы должны быть привлечены застройщики, которые действительно планируют реализовывать жилье по цене 30 тысяч квадратных метров, но у которых будет иметься возможность получить компенсацию на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, в данном случае строительство инженерных сетей, инженерной подготовки из расчета 4 тысячи рублей на квадратные метры. Для участия в программе городу необходимо иметь не просто готовые проекты строительства жилья, но и разработанный комплекс мероприятий, в том числе и по модернизации коммунальной инфраструктуры Архангельска. Помогли бы, например, целевые областные программы, но в последнее время поморская столица в них практически не фигурирует. Город планирует строить жилье, и в том числе мы формируем земельные участки, которые будут ориентированы именно на строительство жилья эконом-класса. В данном случае основные площадки, которые сейчас мы готовим, и в данном случае мэрия города Архангельска собирает согласование и собирает технические условия, это земельные участки, которые у нас в данном случае расположены в округе Майская горка, это шестой и седьмой микрорайон. В седьмом микрорайоне мы формируем земельный участок, который позволит у нас реализовать выходную мощность и площадь жилья в объеме ориентировочно 36-38 тысяч квадратных метров. В шестом микрорайоне, это участок 26 гектаров, находящийся в муниципальной собственности, он позволяет вообще нам реализовать плановые показатели по строительству жилья в объеме 250 до 400 тысяч квадратных метров. Однако существенным тормозом к началу масштабного строительства является неутвержденная инвест-программа предприятия «Водоканал». Она уже около года пылится в столах чиновников областного правительства. Отсутствие инвестиционной программы не позволяет «Водоканалу» нам выдавать технические условия, в данном случае даже для формирования как раз этих земельных участков, для целей реализации программы. Но и стоит сразу поставить зависимость. Отсутствует этих условий, нет проектов. Нет проектов, нет, в общем-то, и тех объектов, о которых мы ведем речь. То есть тут надо учитывать все факторы, которые стоило бы все-таки совместить. И в данном случае за 30 тысяч квадратных метров построить жилье достаточно в настоящее время сложно. Это основные затраты, которые у нас собираются при реализации объектов строительства по жилому фонду. Это все-таки затраты в том числе на инженерную подготовку территории, на образование территории, отсыпка, элементы внешнего возможного благоустройства, связанного с той же транспортной доступностью к тем или иным территориям. И основной, базовый, как раз, в общем-то, нагрузочный весь вот этот пласт, это объем, как раз связанный с развитием инженерной инфраструктуры, которую необходимо хотя бы базовую магистральную завести в те или иные территории. В случае утверждения инвест-программы водоканала город сможет построить водовод, который обеспечит водой 6-й и 7-й микрорайоны Архангельска. Но предложения города областное правительство не слышит, при том, что уже готов к реализации и другой жилищный проект. У нас согласован был в свое время земельный участок в Соломбале, Красной кузнице для строительства социального жилья. То есть там площадка, которая позволяет все-таки реализовать базовую мощность по площадям, которые должны быть реализованы именно по тому проекту. Это порядка 600 квартир, которые дают площадь 30, ориентировочно 36 пока в проектном решении, тысяч квадратных метров. Таким образом, комплексный подход к решению вопроса, инвестиционные программы для коммунальных предприятий и развития инженерной инфраструктуры, даст внушительный импульс строительству жилья в городе. Город Арканельск имеет достаточно большие обширные площадки, которые позволили бы нам реализовать, я сказал бы, колоссальные объемы жилья, но в данном случае отсутствие возможности реализации всех этих мероприятий за счет средств муниципального бюджета не позволяет нам просто сконцентрировать все внимание только на этой проблеме. У нас достаточно ограниченные возможности, которые стоило бы все-таки подкрепить иными источниками финансирования. Как я ранее сказал, это областной бюджет, это средства, по крайней мере, которые будут предусмотрены коммунальными предприятиями при формировании инвест-программ. Тем не менее, мэрия города выделила 270 миллионов рублей на инженерные сети, чтобы уже в этом году построить 16 домов. Три из них возводятся на улице Конзихинская, 13 в Цигламине. Квартиры получат жители 47 аварийных деревяшек. Всего за два последних года в Архангельске в строй было введено более 160 тысяч квадратных метров жилья. Объединение усилий муниципальной и областной власти эту цифру, безусловно, увеличит. 8 июля наш город отмечал День семьи, любви и верности. Уже традиционно у памятника Петру и Февронии, мэрии Архангельска, были организованы праздничные мероприятия в честь семей нашего города. Памятник покровителям семьи и брака Петру и Февронии украшает букет ромашек. И не случайно, а по преданию, именно отваром из ромашки Феврония вылечила князя от страшного недуга. Их история любви дала жизнь большому празднику, который не первый год собирает у памятника святым сотни архангелогородцев. Пришли сюда и те, у кого 8 июля День рождения, рождение семьи. Ну, ощущаете символичность вот этого дня сегодня? Да. Эпичность, я бы даже сказала. Да. Хороший день, повезло с погодой, здорово, что так с праздником совпало. Уже по традиции молодожены прошли на мост любви и запустили в небо символических белых голубей. Когда-то так начиналась и история семьи Спицыных. В этот день они стали обладателями награды за любовь и верность. Чувства, которые соединяют Александра и Александру, вот уже 50 лет. Тайны никакой нет. Мне кажется, что просто надо уметь прощать мелкие обиды, мелкие такие какие-то неурядицы. Просто надо знать, что это серьезно и надолго. Выбор на всю жизнь. Да, выбор на всю жизнь. С каждым днем в Архангельске тех, кто делает судьбоносный выбор и создает семьи, становится больше. А это добрый знак. Чем больше горожан будет в Архангельске, тем город у нас будет краше. Чем будет сильнее наша семья, тем более сильнее наш город. Свои творческие пожелания собравшимся адресовали песенные и танцевальные коллективы Архангельска, а также участники конкурса «Колясок. Мое первое авто». Каждый раз меняется сценарий праздника, но неизменным остается пожелание молодоженам и всем горожанам святой любви, как у Петра и Февронии. В эфире была информационная программа «Городские подробности». Смотрите нас и в интернете на портале правдосевера.ру. В студии был Денис Куклин. Хорошего вам воскресного дня. И увидимся через неделю.